Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В неподходящий момент поступают слезы, я хочу отдачи поплакать, когда никого дома нет и можно спокойно это сделать, я не могу горликом. В районе солнечного сплечения скованность, боль, тяжесть. Как снова можно начать проживать эмоции? Но если вы пишете, как снова можно начать, то я полагаю, что вы это уже делали, вы уже проживали свои эмоции. Вот, и потом что-то произошло, что вы перестали это делать. Соответственно, 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 нужно увидеть по возможности, что именно произошло. что вы перестали свои эмоции проживать. Лично мне показалось, вот исходя из того, что вы написали, лично мне показалось, что вы оценки боитесь, ну, людей, вот. Боитесь как будто бы демонстрировать свои чувства, вот, боитесь как будто бы демонстрировать свои эмоции людям, вот. Ну, так, по крайней мере, выглядит. И, соответственно, это что? Это страх оценки. Это страх оценки, на мой взгляд. И, соответственно, работать, как мне видится. Работать нужно, в первую очередь, с этим, со страхом оценки, о, со страхом оценки. Вот. И учиться выращать свои чувства, говорить об этом от первого лица, вот. Лучше всего это делать, конечно, с психологом, да, лучше всего это делать со специалистом, конечно же. А именно специалист позволит вам начать проживать свои чувства и научить, научить, как это делать. Ну, вот так вот. Так мне видится, у вас страх оценки других людей. Что касается слез, то довольно показательным моментом является то, что вы называете неподходящим время, когда поступают слезы. Вот. Ну, не бывает неподходящего времени. Любое время подходящее. Просто вы здесь думаете о других, о том, как вас оценят, скорее всего. Вследствие чего и возникает такая проблема, на мой взгляд. Поэтому надо бы обходить потихонечку от такой концепции, что в неподходящий момент, ну, что-то происходит. И как-то все-таки больше позволяет себе отреагировать то, что хочется, тогда, когда хочется. Вот. Но, когда вы это представляете себе, когда вы об этом думаете, совершенно очевидно, что возникают какие-то, вот, сдерживающие факторы. И вот на них, в первую очередь, нужно обратить внимание, и хотя бы проговорить, для начала, хотя бы для начала проговорить их, чтобы они для вас стали очевидными. Вот. Такая история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего. Самого доброго. Как это позволит вам? Удачи вам!